Итак, уважаемые коллеги, с одной стороны я выражаю свою благодарность организаторам, которые пригласили меня, педиатра, на эту конференцию, участвовать перед столь высокой аудиторией. С другой, очень небольшое легкое недоумение ввиду того, что организаторы без согласования со мной изменили тему моего доклада. Тем не менее, я постараюсь соответствовать. Итак, XX век был охарактеризован относительно витамина D своеобразными волнами в развитии проблем витамина D. Начало XX века — это революция. Это обнаружено было вещество, которое действительно улучшает минеральную плотность ткани у лабораторных животных. Постепенно проводились эти исследования, и опять-таки в 1920-е годы, когда была прислужена Нобелевская премия за расшифровку структуры витамина D. Затем спокойные, тихие исследования, и, казалось бы, эволюция происходила, и не ожидалось никаких громких открытий, бумов. И вот конец XX века обнаруживают рецепторы, оказывается, к витамину D не только в костной ткани, но и в других совершенно тканях. Более того, выявляется активность витамина D относительно не минеральных свойств, а очень широкий спектр его воздействия. Очень много в последние годы пишется и говорится на больших форумах, в том числе международных, о влиянии конечного метаболита витамина D на различные органы ткани. И в этом плане несколько теряется информация, на которую я, как педиатр, хотела бы, в общем, заострить внимание. Что в конце 80-х годов было также описано и токсическое действие метаболита витамина D, и были описаны случаи, и показаны, и доказаны, что он может быть и нефротропным, вызывать тубулопатию, что важно для нас, педиатров, и, возможно, развитие гипервитаминоза D. К сожалению, рамки доклада не позволяют остановиться на интереснейших влияниях витамина D, его конечного метаболита, как иммуномодулятора, как онкопротектора. Ограничусь вынужденно только его минералотропным действием. Конечно же, аудитории известен путь метаболизма витамина D, и понятно, что он поступает в организм двумя способами. Это эпидермальный синтез, и это извне с лекарственными препаратами и пищевыми веществами. И все зависит от того, насколько хорош и успешен его метаболизм в печени и в почках. И то, что образуется в почках, уже как минимум с 2005 года считается официальным веществом гормональной природы, а сам витамин D – это вещество, которое является прогормоном. Уже с 90-х годов, возможно, стало определять один из промежуточных метаболитов витамина D в крови, и на сегодняшний день считается, что если это не рутинная методика, то, по крайней мере, в крупных городах она доступна. Но масса работ, в том числе и зарубежных, очень противоречивых в том плане, о какой же нормальный уровень должен быть витамина D. И вот приближается к более достоверным критериям результаты исследования Американской ассоциации педиатров не так давние, в общем-то, это 10-й год, в которых говорится, что имеет значение относительно минералотропного действия тот уровень витамина D, при котором начинается деминерализация костной ткани. И здесь вы видите, казалось бы, игра слов «может быть некорректный перевод», что такое недостаток его и дефицит. А вот именно при дефиците, когда меньше нанограмм на миллидельтер, 10 нанограмм, считается, что нарушается деминерализация костной ткани. Также во многих работах уровень гидроксивитамина D, 25 гидроксивитамина D, измеряется в миллимолях. Перевести очень легко, умножить показатели нанограмм на 2,5. Какова же должна быть доза витамина D для того, чтобы не было D-дефицита, причем в любом возрасте? Считается, что 400 международных единиц, то, что указано в наших педиатрических рекомендациях, в частности, для профилактики рахита, это достаточно. Но своеобразная фраза, английская фраза, которая в свете последних известий, последних исследований о витамине D, гласит, что этого достаточно для того, чтобы стимулировать кальцио-фосфорный обмен, но недостаточно для других его действий. На английском это звучит так – «enough for bones, but not enough for body». То есть достаточно для костей, но недостаточно для тела. Поэтому уже вслух на Большом форуме съезд педиатров, который был в феврале в этом году, и съезд педиатров России, проводился огромный симпозиум, на котором говорилось о том, что устарели методические рекомендации относительно назначения витамина D всем одной и той же дозы. 400-500 международных единиц в сутки, независимо ни от чего, как профилактическая доза. И предлагается учитывать, и будут сделаны эти рекомендации, и возраст ребенка, и массу, и степень зрелости. Очень важна подкожная клетчатка, поскольку доказано, что она может накапливать витамин D, и непредсказуемые его дальнейшие действия, и, возможно, развитие гипервитаминоза. В идеале хотелось бы, чтобы еще и учитывали скорость метаболизма его в организме. Все мы знаем, что всех нас можно поделить на так называемых быстрых и медленных ацетиллятов. Насколько быстро метаболизируются все химические вещества в организме, в том числе и витамин D. И насколько же велика частота дефицита витамина D среди населения. Опять-таки масса работ отечественных, зарубежных о том, что нас всех охватил гипервитаминоз D. Почему эти работы не очень сопоставимы? Потому что берут разный уровень, относительно которого считают, что есть гипервитаминоз. И вот работы, которые внушают уважение, большие, во-первых, многолетние, во-вторых, на большом количестве детей, в-третьих, совместно выполнены исследователями Казанского института усовершенствования врачей, Московского института питания, тогда еще и Ленинградского медицинского института во главе этой работы с ныне покойным Игорем Михайловичем Воронцовым. И они показали, что среди детей раннего возраста, которые проживают в России, сравнивали группы детей с признаками рахита и без таковых. Частота вот того самого снижения, когда дефицит, когда действительно гипервитаминоз ниже 10 нанограмм, не такая уж большая, где-то 4-7,5%. Причем, что было очень неожиданно, эта цифра была одинакова среди детей с признаком рахита и без таковых. Отсюда возникает вопрос, почему же рахит возникает, если дефицит витамина D у остальных младенцев не отмечалось. Какие могут быть причины недостатка витамина D? Их можно разделить на две группы. Недостаточное поступление – это снижение кожного синтеза. Я не буду на этом останавливаться, это понятно. Напомню только тот факт, о котором мы, например, забываем, что использование солнцезащитных кремов у ребенка начисто лишает его выработки витамина D. Просто иметь в виду, что если он весь день на пляже, на солнце где-нибудь в Египте, но при этом он под кремом, витамин D у него образуется в недостаточном количестве. И недостаточное поступление извне, либо с пищей, либо с лекарственным препаратом. Но пища, которая должна его содержать – это морская рыба, это печень, это яйца, желток, в том случае, если это продукты натуральные. А поскольку наше молоко с вами даже не скисает, говорить о пищевых источниках витамина D, увы, по крайней мере, в крупном мегаполисе не представляется возможным. И, конечно же, дефицит витамина D наблюдается при нарушении метаболизма. Это синдром малябсорбции, об избыточном весе я уже говорила. Это функциональная недостаточность органов, где происходит метаболизм витамина D. Это заболевание печени, заболевание почек, избыточное выделение его с мочой, различные приобретенные нарушения обмена, но они в нашей практике встречаются уже не так уж и часто. Поэтому вынуждены я ограничить влияние витамина D в рамках данного выступления лишь студенческими точками приложения. Это кишечник, он влияет на реабсорбцию кальция и фосфата в кишечнике. Это почные канальцы, это кость. Но было бы слишком упрощенно говорить, что витамин D влияет на костную ткань, лишь улучшая ее минерализацию. Он и воздействует на нее, дифференцируя клетки, остеоциты, на остеобласты, остеокласты. Он и влияет на рост кости в длину, и отсюда можно предположить, что же возникает при его дефиците. Более 10 лет назад зарубежные исследователи установили, что если костная масса ребенка недостаточно за период детства и подростковой, то доказано, что частота переломов уже в пожилом возрасте достоверно возрастает и даже приводятся определенные проценты. И очень важный график, который показывает, что age – это возраст, насколько бурно действительно в детский и подростковый возраст происходит минерализация костной ткани, но неравномерно. Это первые 5 лет жизни – это пубертат, когда мы, педиатры, должны обращать на это особенно активное внимание. И ребенок должен набрать свою пиковую костную массу ту максимально, которая была обусловлена его генетическим фоном. И если, допустим, два ребенка набрали нормальную, казалось бы, достаточную минеральную костную плотность, но один набрал максимально, реализовал свои генетические возможности, а другой – на нижней границе нормы, то с возрастом, естественно, начинаются потери, если это еще и определенные заболевания, то костные потери у того, кто реализовал свою костную массу, они будут в нормальном значении. Другая же ситуация, когда, естественно, такой человек входит в состояние уже взрослой остеопороза, который, все мы знаем, чреват переломами. Итак, какие же факторы влияют на формирование минеральной костной плотности? И как мы с вами, говоря мы, я имею в виду, конечно, не эндокринологи, а педиатры, обращаясь именно к этой аудитории, можем на это повлиять? И, в принципе, можем ли мы на это воздействовать? Казалось бы, что мы можем сделать с генетическими факторами? Все-таки можем. Каким образом? Ну, очень косвенно. Хотя бы учитывать фактор риска, собирать наследственный анамнез. Эти данные и зарубежные, и в 2006 году у нас проводилась большая работа в первом мединституте на кафедре детских болезней. И мы тоже показали на детях с системными заболеваниями с однятой тканью, что действительно отягощенная наследственность может иметь значение при сниженной костной массе. Например, мы должны задавать вопросы, казалось бы, простейшие. Мы даже пытались вклеивать в истории болезни этот маленький опросник. Были ли переломы у близких родственников первой и второй степени родства? Причем учитываем только низкоэнергетические переломы. Понятно, что это перелом с высоты своего роста и массы своего тела без ускорения. Были ли родственники и есть ли родственники, особенно пожилые, которые с возрастом уменьшили свой рост и у которых появилась заметная на глаз сутулость? И если это так, то это фактор риска. И если ребенок, допустим, имеет другие факторы риска, скажем, получает кортикостероиды, то мы учитываем это при назначении противоостропаратической терапии. Другие факторы, которые влияют на формирование минеральной костной плотности, эндогенные влияния включают в себя, в частности, заболевания, связанные с нарушением обмена витамина Д и кальция, и фосфатов. Самый простой пример костной бедности – это синдром рахита, это двигательная активность окружающей среды и питание, на которых я чуть-чуть подробнее остановлюсь позже. Самая примитивная схема костного ремоделирования, которая происходит в любом возрасте – это одновременно проходящие два процесса, о которых, конечно же, аудитория хорошо знает. Это процесс остеогенеза и процесс рассасывания костной ткани. У ребенка он усугубляется еще и тем, что происходит рост кости в длину. Сложная схема. Почему я показываю, насколько сложен метаболизм ремоделирования костной ткани? А ребенок еще и растет гигантскими темпами. Поэтому можно сравнить минерализацию костной ткани ребенка в любом возрасте, чем меньше, тем больше степени, как бы с канатоходцем, который идет без страховки. И любой внешний фактор, включая и дефицит витамина Д, ведет к дефициту минералов. В частности, один из важнейших макроэлементов – это кальций. Конечно же, опять-таки, любой педиатр знает, что ребенок должен получать достаточное количество кальция. Все эти миллиграммы в сутки есть абсолютно в любом справочнике. Но часто ли мы задумываемся о том, получает действительно ребенок это или нет. Я себя ловлю на мысль, что когда передо мной в коридоре сидит очередь пациентов, и я ограничена во времени, далеко не всегда мы задаем эти вопросы. Насколько он получает эти продукты. В литературе описана масса продуктов экзотических, типа инжир, кунжут, мак и так далее, которые содержат большое количество кальция. Хотя мы знаем, что единственные, фактически, это молочные продукты. Возможно ли, чтобы ребенок их недополучал? Конечно же, ситуации очень частые. Аллергии, он их не любит, просто ему не дают. И в этом случае мы с сожалению, я подчеркиваю, с сожалению, вынуждены проводить так называемую диетическую коррекцию и назначать медикаментозные препараты кальция. Какие? Опять-таки, не сомневаюсь, что аудитория это знает. Это два только препарата кальция, которые можно использовать для восполнения дефицита. Это карбонат или цитрат кальция. И поскольку мы давно читаем эти лекции, и у нас давно готовы эти доклады, мне всегда хотелось убрать этот слайд из своего выступления. Но в этом году весной я консультировала ребенка, как детский ревматолог, в одном из очень уважаемых и солидных учреждений институтов Москвы с подозрением на заболевание системной воскулит. Трехлетняя девочка, которая была в реанимации, получала большую дозу гормонов, и при мне ее посадили на горшок. И приняв вертикальное положение, она заплакала, стала жаловаться, спинка болит. Мы, понимающие, переглянулись с врачами. Понятно, что это стероидный остеопороз, боль из-за компрессионного перелома позвонков и терешкового синдрома. И я привычно спрашиваю, «Ну, конечно, вы и даете препараты для коррекции остеопороза». Да, ответили мне. И зачем я спросила, какие? Потому что ответ был глюканат кальция. И после этого я оставила этот слайд в своем выступлении. Конечно, масса на нашем аптечном рынке различных препаратов. Один из них, например, кальций-детоникомет, в который входят карбонат кальция и витамин D, потому что без витамина D всасывание его почти невозможно. Педиатры очень часто задают вопрос, а какие именно витамины, какие лучше витамины, виды витаминов D назначать. И ответ на это такой, нет препарата, который лучше. Каждый имеет свою нишу. Конечно, наиболее физиологичный – это препарат масляный раствор. В Москве я знаю, что бесплатно положено до определенного возраста так называемый не водный раствор, а водная микросуспензия препарата Аквадетрим. Нельзя сказать, что он хуже, но он разрушается быстрее, и лучше все-таки его назначать, если имеется у ребенка синдром сгущения желчи. Есть препараты витамина D, которые содержат плюс еще и витамин С, и антидот токсического действия – это витамин А, хороший, но на его вкусовую добавку мы видели аллергические реакции. И как нам относиться, например, к эрго-кальциферолу витамина D2? Считается, что он на 25% менее активен, чем витамин животного происхождения D3, а самое главное, у него гораздо шире токсический профиль. И, опять-таки, было очень упрощенно бы говорить, что деминерализация кости возникает при дефиците витамина D и дефиците кальция и фосфатов. Другие вещества, микроэлементы, аскорбиновая кислота, витамин В6, витамин К, они влияют на нарушение, их дефицит формирования органической части костной ткани. Очень негативно мы относимся к вегетарианской диете. К сожалению, наших пациентов, мы таких видим, когда родители навязывают свой якобы здоровый образ жизни. И пищевые волокна, однозначно это доказано, уменьшают всасывание пищевого кальция. И поэтому, когда мы слышим с экрана в телевидении, что в наших творожках стало еще больше фруктов, если это действительно фрукты с пищевыми волокнами, может, оно и вкуснее, но кальций из них будет всасываться в меньшей степени. Какие же причины дефицита кальция, деминерализации, могут быть у ребенка? Пренатальные. И вот здесь один из самых частых мифов, что мать действительно должна получать препараты кальция и витамин D, чтобы у ребенка все это было на уровне. На самом деле, природа мудрее нас. И никогда ребенок не получит, не недополучит и то, и другое, если мать, допустим, недополучает сама. Но у нее совершенно здоровая плацента и нормальная протекающая беременность. Потому что жирными буквами необходимо бы выделить, что на первом месте любого и микро- и макроэлементарного дефицита как причина стоит нарушение маточно-плацентарного кровотока. Если же там все нормально, то да, у матери будет глубокий дефицит и витамина D, и кальция, она будет страдать. Но плод все-таки не пострадает. Должна ли она принимать эти, как сейчас модно говорить, микронутриенты? Если в пище у нее недостаток их, то да, она вынуждена их применять. Но здесь нужно подходить очень осторожно. Потому что, опять-таки, в конце 90-х годов в нашей стране были проведены интересные работы. Совместно, редкий случай, когда совместно в одну струю действовали педиатры и акушерогинекологи. И показали, что если женщина получает избыточное количество витамина D, если она одновременно получает еще и отлучение ультрафиолетом, ну, допустим, в зимний период времени, то действительно у их детей, таких матерей, впоследствии реже встречается тот же самый минералы и D-дефицитный рахит. Но что происходит при физиологических родах? У женщины костная ткань лона раздвигается во время родов, а у плода кости черепа находят друг на друга. Это нормальный процесс. Опять-таки, природа бережет. Что же происходит, если она получает избыточное количество кальция и витамина D? Хорошая минерализация костей и у плода, и у будущей матери. И во время родов кости не заходят друг на друга. И лонное сочленение не раздвигается, а кости сжимаются, поэтому рахит у них отмечается реже. Но гипоксическое изменение, перинатальное поражение ЦНС, увы, достоверно чаще. Ну, очевидно, что легче. Лучше легкий рахит, чем гипоксистические изменения центральной нервной системы. Уже после рождения причины возможной деминерализации костной ткани, дефицита кальция и фосфатов, это изменение темпа физического развития, причем не только маловесность детей, но теперь уже показано, что и ожирение не путать с опережением биологического возраста. Те тоже будут иметь дети, слишком быстро растущие, относительно дефицит кальция. Понятно, что это незрелые, недоношенные дети. Недостаточное поступление с пищей имеет значение еще и соотношение кальция и фосфатов. Кальция должно быть обязательно больше. И если при обладании фосфатов, скажем, рыбные продукты, бобовые, то мы видели минералодефицитный рахит в этой ситуации. Что значит нарушение транспорта? Это любая инфекционная, неинфекционная диспепсия, неблагоприятная экология включает в себя. В частности, выхлопные газы, которые содержат петрохлоротил свинец, которые являются конкурентом за всасывание в кишечнике. И из иностранного журнала взят интересный график, который показывает, что дети с ожирением достоверно чаще имеют минералодефицит и сниженную костную плотность. Причем здесь показано даже с меньшей степенью ожирения и с большей. То есть это относительно недавние сведения, что не только субтильные младенцы и дети имеют склонность к низкой костной плотности, но и дети с избыточной массой тела. В более старшее, но это уже епархия эндокринологов, понятно, что входят в группу риска дети с поздним пубертатом, что значит неадекватная двигательная активность. Понятно, что ребенок должен активно двигаться не меньше 60 минут в день и посещать спортивную секцию, но хотя бы три раза в неделю по полтора часа. Если же он занимается профессиональным спортом, что это значит? Четыре часа в день не менее четырех-пяти дней в неделю он тоже входит в группу риска по минералодефициту, происходит ремоделирование его миокарда, то есть это уже спортивный ребенок, и он тоже нуждается в контроле своей костной плотности. О несбалансированном питании не буду надолго останавливаться, но маленький штрих все-таки не могу не пройти мимо. Все мы знаем о неполезности, мягко говоря, этих химических напитков ярко-оранжевого и коричневого цвета, которые употребляют наши дети. Мало того, что мы, понятно, что это всякие фанты, пипсиколы и так далее. Мало того, что мы, педиатры, видели, что эти напитки являлись триггерами в развитии таких заболеваний, например, как геморрагический воскулит, пурпура, шинлингеноха, таких, как нам приходилось консультировать детей с катастрофической формой врожденной тромбофилии, антифосфолипидного синдрома. Они еще и содержат, помимо большого количества сахара, избыточное содержание фосфатов. Конечно, нельзя говорить, что будешь пить пипсиколу, будет остеопороз, но каким-то триггерным моментом все-таки большое употребление этих напитков может быть. О лекарственных препаратах написано очень много. На первом месте, конечно, это стероиды у детей, это цитостатики, это гепарин, это содержащие алюминий, обволакивающие гастропротекторы. И если наш пациент с нефритом, с системной красной волчанкой получает эти четыре препарата, мы знаем, что мы даем ему гремучую смесь относительно высокого риска костной резорпции. Список заболеваний у взрослых, которые достоверно увеличивают костные потери, у детей к этим заболеваниям относится любая патология, связанная с функциональной недостаточностью печени, почек, желудочно-кишечного тракта, конечно же, ревматических заболеваний. И вот самые последние работы отечественные показывают, что дети с хроническими заболеваниями легких тоже входят в группу кандидатов по потере костной минеральной плотности. Менее известные факты, не так часто встречающиеся в нашей практике, но они важны и интересны, что если происходит извращение кальциево-минерального обмена, например, формирование нефрокальциноза, мы всегда боялись назначать таким детям препараты кальция, и оказалось, что если это все-таки дизметаболическая нефропатия оксалатная, то кальций, отечественные и зарубежные работы доказали это, связывает в кишечнике оксалаты, и дефицит кальция будет вести, казалось бы, парадоксально к увеличению формирования нефрокальциноза. Следующие данные наши лично, не могу их не назвать, потому что они важны, хотя эти больные не столь многочисленны. Это кальцинос мягких тканей, например, плесклеродермия, это колено согнутая, нижняя конечность, и вот эти конгломераты – это массивные кальциевые отложения у детей с дерматомиазитом. Совершенно четко они входят в группу риска, и зарубежные, и наши отечественные данные – это тоже кальцинаты на колене у ребенка с дерматомиазитом, и достоверно у них низкая костная плотность по сравнению с аналогичными пациентами без кальцинатов, она намного хуже, намного меньше низкой костной плотности. Поэтому, если перед нами ребенок с нефрокальцинозом, с кальцинозом мягких тканей, однозначно без проведения денситометрии можно говорить, что у него есть снижение минеральной костной плотности. В 2010 году была выпущена очень интересная работа под руководством одного из ведущих детских специалистов относительно остеопороза профессора Щеплягиной, где было представлено критерии нормальной костной ткани, всего два – это адекватная прибавка длины тела и отсутствие переломов. Мы, педиатры, считаем, что этого недостаточно, и мы бы сюда добавили, что нормальная кость, если она не размягчена, если в ней нет патологических включений, а бывает такое, что мы делаем снимок легких, и мы видим на плечевых костях, допустим, какие-то патологические изменения, это отсутствие хронических заболеваний. В этом случае мы можем предполагать, что костная ткань у ребенка полностью нормальная. Один из клинических признаков костной бедности – это, конечно, синдром рахита. Очень сложная патология, наверное, сюда входит большое количество заболеваний, я на ней не останавливаюсь. Скажу только, что рахит – знак равенства остеомоляция, и не может быть рахита без костных изменений. И тяжелое состояние – это остеопороз взрослая, и мы уже сейчас не слышим со стороны взрослых специалистов, а что у детей бывает остеопороз? Бывает, только критерии там несколько другие. И остеопороз отличается от рахита, от остеомоляции тем, что при нем страдает не только минеральная компонента, но и органическая. И если при рахите, остеомоляции переломы все-таки доброкачественные, и это большая редкость, то при остеопорозе это основное проявление. Как клинически может проявляться снижение минеральной костной плотности? Да никак. Мы все знаем, что это безмолвная эпидемия. Но по нашим данным, дети, находящиеся на высокой дозе стероидов, в большей половине случаев не имели клинических симптомов. И если все-таки они были, то, как правило, это чувство усталости спины. И вот около 10% лишь красный сектор – это тот самый страшный корешковый синдром, когда происходит компрессионный перелом, и мы видим на снимке прозрачные позвонки. Вот здесь рыбки двояко вогнутые, здесь просто клиновидные позвонки. Причем эта картина развивается уже нередко на втором месяце использования кортикостероидов. Взрослые ревматологи не верят, говорят, так не бывает. Это наша рядовая ситуация. И корешковый синдром, когда ребенок кричит от боли, и невозможно ее снять даже наркотическими веществами. Как мы можем подтверждать снижение костной плотности инструментально? Я не думаю, что для вас новость этот слайд. Понятно, что рентгеновские и ультразвуковые методы существуют, но кажется некорректным выражение, которое переходит из статьи в статью, и даже на последнем съезде, который был две недели назад, всероссийский по остеопорозу, опять такая же фраза, что золотым стандартом диагностики снижения минеральной костной плотности является двухэнергетическая абсорбционная денситометрия, определение костной плотности. Золотой стандарт будет золотым в том случае, если он отвечает всем требованиям. А опять-таки 10 лет назад было проведено большое исследование за рубежом, при котором у взрослых определяли костную плотность уже после переломов. И вот она была у 13% снижена. Почему же у них произошел низкоэнергетический перелом? Почему масса работ, где, например, вертебральные переломы у ребенка, несмотря на нормальную костную плотность с нефротическим синдромом? И опять-таки большое количество работ зарубежных показывают, начиная где-то с 2005 года, что нет абсолютного параллелизма между снижением костной плотности и частотой переломов. И поэтому, да, мы используем этот метод двухэнергетической абсорбционной денситометрии, но это не золотой стандарт. Можно применить другую фразу. За неимением герба бумаги пишем на простой. Опять-таки эндокринологам, конечно же, известно градации, как мы оцениваем костную плотность. И у взрослых считается патологией, если ниже, чем минус один. Изменение в ZSCO, так называемая стандартная девиация. До 2007 года мы у детей использовали эту же тоже градацию. И вот в 2007 официальная рекомендация зарубежного общества по денситометрии педиатр должен это знать. И наша практика показывает, что не знают наши коллеги, что у детей костная плотность считается сниженной, если будет изменение от минус двух, а не от минус одного. И это называется не остеопенией. Данный термин недопустим при интерпретации детского снижения костной плотности, а называется это громоздкой фразой. Снижение минеральной плотности костной ткани относительно возраста. Остеопороз мы можем вставить только в одном случае. Если по данным денситометрии есть снижение более чем минус два, и сейчас или в анамнезе был перелом только в этом случае. Наши данные не могу не показать, все-таки мы ими гордимся, что на большом количестве детей с волчанкой дерматомиатитом, склеродермией мы оценили костную плотность, лечили препаратами, получили неплохие эффекты. Но насколько меняется отношение к определению костной плотности. Если у нас синий график, вот синяя часть графика, это дети с нормальной костной плотностью, но мы-то оценивали по минус один, и сейчас, конечно же, уже это 2006 год, сейчас, конечно же, этот материал следует пересматривать. Если раньше мы реже ставили данную патологию, а потом пошла гипердиагностика, снижение минеральной костной плотности. Кто же должен заниматься контролем минерализации костной ткани ребенка? Очень хочется сказать, что вроде как эндокринолог. Но если всех детей направлять к эндокринологам, то они захлебнутся. Поэтому хотя бы самые основы педиатр должен знать и не бояться больших протоколов, и знать хотя бы, куда смотреть, где вверх, где низ в этих протоколах. И перед вами денситограмма ребенка, девочки с системной красной волчанкой, которая на большой дозе стероидов. И в чем они интересны, эти протоколы? Здесь никакой новизны нет. Но лишняя демонстрация, что кости предплечья и нормальная минус 0,4 Z-SCO показатель. А здесь две недели всего разницы прошло в данных исследованиях. Это поясничные позвонки. Минус 2,45. То есть снижение минеральной костной плотности относительно возраста. Это все к тому, что особенно при стероидном остеопорозе в первую очередь страдают позвонки. И не информативно использование определения костной плотности в других костных областях. В последние годы были выпущены рекомендации отечественных исследователей, где предлагается учитывать костную плотность у ребенка не только с базой данных. Такого же ребенка должен быть возраста, расы, массы и роста. Но еще с учетом размеров костей, стадии полового созревания, но это уже роскошь. Хотя бы, чтобы педиатр ориентировался в том, кого нужно направлять на эти исследования, и как оценивать хотя бы очень приблизительно денситограммы. Так кого же именно? С изменениями в физическом развитии, с любыми фактически хроническими заболеваниями, но в первую очередь с теми, о которых я уже говорила. Дети с анорексией, спортсмены, с задержкой внутриутробного развития, конечно же с переломами, принимающими препараты. Сюда, кстати, входят и антиконвульсанты, которые ведут к деминерализации костной ткани. И вот мы все с вами пользуемся международной МКБ номер 10, аж 89-го года. Куда вместить детей со сниженной минеральной костной плотностью при таких нозологических формах? Насколько разночтений, насколько отстает это МКБ-10? И для чего нам нужно направлять их, детей из групп риска, чтобы оценивать их костную массу? Для скрининга выявленных нарушений, для того, чтобы отслеживать, уменьшаются или увеличиваются эти изменения, для, конечно же, профилактики возможных нарушений в будущем. И я не собираюсь в рамках этого доклада говорить о терапии, поскольку нет на это времени, но все-таки один момент я упомяну. Препараты кальция и витамин D не являются методами лечения остеопороза. Это своего рода диетическая коррекция. Поэтому если у ребенка сниженная минеральная костная плотность патологически, то необходимо добавлять препарат для лечения остеопороза, плюс к кальцию и плюс к витамину D. Очень узкий, маленький, скудный арсенал препаратов, которые в детской практике можно применять для увеличения костной минерализации, в отличие от взрослых. И уже заканчивая, хочу привести пример индивидуального подхода к оценке минеральной костной плотности. И вот даже на примере жизни всего лишь одного поколения врачей, даже на собственном примере, можно проследить, как менялись наши взгляды относительно минеральной костной плотности. Я помню, как в 80-х годах, имея ребенка с тяжелым остеопорозом, допустим, с ревматическим заболеванием, мы не знали, что делать. Вроде надо витамин D, назначали глюканат кальция, а как долго, а как контролировать? На снимке-то ведь видно деминерализацию, если потери костной ткани 25-30%, а если меньше, снимок будет нормальный. Где-то в середине декады 21 века произошел бум. Новые препараты, успешно применяемые, новые методы диагностики. Мы накапливали эти материалы, мы были рады, мы видели эффект. И вот в последние годы происходит накопление этих сведений и переоценка их. Оказывается, не все препараты работают. Оказывается, есть побочное действие. Оказывается, нет полного параллелизма между денситометрией и частотой переломов. И вот самый последний клинический пример. Два ребенка, две девочки одного возраста, у которых на денситограмме одни и те же изменения. Эту денситограмму вы уже видели. Позвоночника минус 2,4. И девочка с системной красной волчанкой на стероидах. И здоровый ребенок, которая случайно была своей мамой направлена на программу по типу «за один день, за большие деньги обследуем все», ей сделали денситограмму позвоночника, и там обнаружили тоже изменения. Испуганная мама пришла к нам с этим протоколом. Что делать? И вот как менялись наши взгляды? Парадокс, что детям с действительно тяжелым соматическим заболеванием мы, в общем, особых проблем не было, как их вести. Мы это уже знали. Называли мы все это где-то в 2000-х годах, в конце 90-х, остеопения. Сейчас мы уже знаем, что это надо формулировать как сниженная минеральная плотность костной ткани для данного возраста. Но как мы поступаем с ребенком действительно с соматическим заболеванием? Мы знаем, что эта сниженная минеральная костная плотность, патологическая, она требует обязательной коррекции. Противостепаратического препарата, добавление препаратов кальция. А вот с этой самой здоровой девочкой, когда мы получили эти результаты, честно скажу, мы боялись. И мы тоже назначали противостепаратические препараты, хотя понимали, что мы лечим генситограмму, а не ребенка. Где-то в 5-6-х годах мы поняли, литературные данные уже были обширные, что это вариант нормы у здорового ребенка. Мы махали рукой и говорили, ничего не надо делать, оставьте ребенка в покое. И вот сейчас как бы новый виток. Мы уже не оставим этого ребенка в покое. Что мы сделаем? Оценим анамность, в том числе наследственную, ее физический, соматический статус, насколько у нее хороша двигательная активность. Всегда находим, почти всегда, изменения в диете, корригируем ее, в том числе, может быть, добавляем медикаментозные препараты кальция. И, в общем-то, будем рекомендовать повторить это самоисследование в динамике через год. Таким образом, заключаю, я заканчиваю, это уже выводы, что истоки костной бедности взрослого человека нередко лежат в детском возрасте. И в группах риска необходим инструментальный контроль за минеральной плотностью костной ткани. Нужна индивидуальная тактика педиатра при выявлении этих изменений. И отчасти в нашей власти, в педиатров, коррекция экзогенного или эндогенного дефицита кальция и деминерализации костной ткани. И, опять-таки, заканчиваю слайдом, с которого начала, что уменьшение костной плотности в детском возрасте ведет достоверно к увеличению частоты переломов во взрослом возрасте. И мы можем, пусть отчасти, регулировать процесс минерализации кости, чтобы он набрал свою пиковую костную массу ребенок и подросток, чтобы минеральная плотность не усугубляла состояние его во взрослом возрасте, а качество его костной ткани не ухудшало качество его жизни вплоть до глубокой старости. Я благодарю вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...